К нам едет Си Цзиньпин Белый дом намерен игнорировать российские ограничения в небе над Черным морем Одно из изданий сообщило, обломки сбитого беспилотника найдены СНН в Вашингтоне верят в это, но заранее стерли всю информацию Шойгу наградил пилотов, медведев, американцы в конец оборзели Трамп призвал остановить СВО, чтобы избежать Третьей мировой Нетаньяху Израиль не поставляет Украине оружие из-за сделки с Москвой по Сирии В ООН заявили, власти России применяли пытки, это военное преступление Москалькова просит ООН остановить беззаконие в Лавре Зерновую сделку точно продлили, рассказали Песков и Захарова После письма из США Турция больше не заправляет самолеты американского производства из России и Беларуси Впрочем, Минтранс настаивает, проблем нет, идут консультации Между тем, российские авиакомпании не могут найти свечи зажигания для суперджетов Двигатель создавали вместе с французами, Ростех обещает импортозаместить Немецкий Райн Металлетт читался о рекордной прибыли В 754 миллиона евро на фоне конфликта на Украине Из Google Play пропали приложения санкционных банков в Санкт-Петербург, Убрир, Евросип, Приморье и Левобережный Власти подстегивают разработку российской операционки на базе Андроида, пишет коммерсант Пока же Яндекс и ВК продолжают наращивать присутствие на Google-платформах Латвийская почта больше не отправляют в Россию, через нее же шли посылки из Литвы В Европе у граждан России перестают принимать даже иностранные карты без подтверждения места жительства МТС-банк остановил конвертацию долларов в рубли из-за санкций По данным РБК, незадолго до их введения Тинькофф-банк увеличил вложения в юани в 5000 раз Греф выплатит акционерам Сбера рекордные дивиденды – 565 миллиардов рублей Путин предложил бизнесу вести социальные проекты и отчитываться по ним В Госдуме думают, как вернуть на стадионы болельщиков после введения FNID Американский Федрезерв возвращается к практике количественного смягчения За неделю в банке влито 165 миллиардов Это совпадает с потерями из-за коллапса SVB Экстренный 30 миллиардов получил тонущий First Republic Швейцарскому Credit Suisse власти дают 54 миллиарда Но его могут принудительно слить с инвестбанком UBS При этом оба банка против Европейский Центробанк поднял ставку до 3,5% Набиулина оставила на 7,5% Китай создает центральную госкомиссию для надзора над финансовыми рынками Goldman Sachs повысил оценку вероятности скорой рецессии в США до 35% Президент Индонезии призвал региональной власти отказываться от визы и мастер-кард Канадский инвестфонд Ethical Capital Partners покупает PornHub В США на 40% выросла материнская смертность Ускоряется гонка искусственных интеллектов Microsoft анонсировала планы добавить такой инструментарий в свой офис Google презентовал новый пакет опций для собственных приложений Китайская Байду тоже разработала чат-бот Ernie Вслед за США TikTok для чиновников запрещает Новая Зеландия По данным Минпромторга, России не хватает миллиона разработчиков и операторов дронов В Греции практически полностью останавливалось авиасообщение Из-за забастовки сотрудников отрасли Неизвестными радикалами избит бывший министр финансов Варуфакис Ему припомнили долговую сделку с Брюсселем В самом Брюсселе началась забастовка пожарных Макрон продавил пенсионную реформу с помощью директивы, позволяющей обойти Нижнюю палату По всей стране митинги и стычки с полицией На Шри-Ланке общенациональная забастовка участвует полмиллиона Водители барнаульской скорой просят Путина повысить зарплаты У некоторых меньше 20 тысяч В азербайджанской Нахичеване бастует рабочий Аркос Холдинг Им не платят три месяца В подмосковных горках 25 Уволенный сотрудник коммунальной компании Облил бензином и поджег из самодельного огнемета ее офис ООН предупредила о глобальном водном кризисе К концу десятилетия потребление пресной воды превысит ее доступные запасы на 40%, пишет Гардиан Многие страны зависят от водных ресурсов соседей Это увеличивает риск конфликтов В конце марта ООН проведет первый водный саммит А вице-премьера Абрамченко призвала граждан не покупать новые джинсы каждый сезон Чтобы экономить воду и в целом перейти на более осознанное потребление Суд в Самарской области оштрафовал на 150 тысяч депутата, который слушал послание Путина с лапшой на ушах Ройзмана арестовали на 14 суток за демонстрацию в ролике экстремистской символики Навального Хабаровский суд приговорил к 5,5 годам за фейки участника СВО Фролкина В Калужской области выписан штраф в 240 тысяч за призывы взрывать автомобили с буквой Z После 27 лет Россия вышла из международной программы оценки школьников Teams На чердаке Иркутской школы полиция обнаружила криптовалютную ферму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok